здравствуйте с вами романов сергей сегодня мы продолжим с вами разбираться с модификаторами с модификаторами именно с теми которые воздействуют на геометрическую форму вот у нас уже построена прямоугольная призма разбитая как вы видите на полигоны чтобы модификаторы могли воздействовать на нее и вызовем модификаторы ну можно вызвать точно таким же образом нажав здесь модифай и список модификаторов можно из главного в меню вот здесь вот есть также модифай и здесь все модификаторы которые воздействуют на предметы вот нас интересует параметрические деформации ну выберем твист твист это изгибание скручивание но перевода разные в этом модификаторе точно также присутствует три свитка как в предыдущем band изгиб здесь вот твист два параметра угол и смещение дальше идет изгиб по осям и точно также лимиты ну посмотрим первые сразу угол задаем угол или интерактивное или просто цифровое вручную так смещение смещение положительно мы видим что активируется больше к верху работа модификаторы и отрицательное наоборот так сбросим все настройки и включим лимиты вот данном случае если мы включим бокс высота его 15 сантиметров можно даже поступить вот таким вот образом то есть допустим нам нужно скрутить именно среднюю часть мы просто берем и задаем так 10 сантиметров верхняя и нижний уже нижний лимит здесь работает как положительно так это в отрицательную сторону а здесь задаем 5 сантиметров и вот видим что по гимзе сечения у нас поднялись вот именно по центру ставили и сейчас попробуем вращать вращаем и в данном случае видим что модификатор воздействует только на лимитированную зону это но этот модификатор очень удобно и когда вы работаете делаете там какие-то кованые решетки скрученные пруты то есть это вещь незаменимая также можно раскрыть свиток твист центр взять и перемещать эту область в любое место то есть можете делать это лимитами можете делать это за счет перемещения центра вот таким образом работает инструмент рассмотрим следующий модификатор ну допустим это у нас будет вот теперь но это означает конусность и посмотрим также 3 светочка также теперь у нас идет ну здесь это переводится как сумма но проще рассказать это размер дальше идет вторая кладочка кривая ну попробуем сразу и вот получаем конусность но это конечно не конус если был бы у нас цилиндр то получили бы усеченный конус и здесь даже случае пирамида получается положительное и отрицательное значение так кривая то есть мы получаем вздутие кривую и с отрицательным значением так далее рассмотрим с вами лимиты то есть включаем точно также ставим допустим здесь 10 здесь 5 и начинаем воздействовать модификатором и получили видим на чертеже что здесь и происходит только на лимитированную область также можно взять передвинуть центр и перемещать вот как вот здесь вот мы видим мы перемещаем нашу лимитированную область и точно также можно воздействовать вздутием то есть мы получаем здесь кривую ну и сам сам предмет увеличивается но это уже так а следующее что так мы убираем все эти лимиты так следующее что нам нужно сделать разобраться немножко с осями это первоначальное значение осей то есть это в каком направлении мы воздействуем мы воздействовали сейчас по вертикали но для того чтобы увидеть в другом направлении нам нужно немножко разбить на полигоны во все стороны допустим вот по 4 мы будем воздействовать по оси y так видим что произошло смещение но небольшое так переносим центр допустим середину и видим что происходит смещение переключаемся в ось x а смещение в другом направлении все довольно таки просто вернулись к оси z а дальше эффект немножко мы посмотрим вот у нас и x y то есть эффект в двух направлениях оси x y так переключаемся только в игрек эффект в одном направлении x противоположном направлении мы симметрично это отображение симметрии вот даже видите что эффект отобразился симметрично так следующий модификатор рассмотрим допустим вот сферический сбросим но это довольно таки очень простой модификатор здесь всего лишь процентное отношение которые все все предметы превращает в сферу ну наверное очень удобно для анимации так далее рассмотрим следующий модификатор так это у нас идет стрейч стрейч растягивания здесь также три свитка растягивание увеличение растягивания и так далее так посмотрим попробуем так вытягиваем положительное отрицательное здесь также увеличение и отрицательное уменьшение эффекта оси точно также работает но для этого нужно разбивать предмет так лимит и есть также работает верхний элемент нижний элемент работает только на отрицательное значение так что для того чтобы сделать нам в середине так это у нас предмет поднимается выделяем центр и ставим его где-то в середину так поднимаем верхний лимит и опускаем нижний лимит вот в этих пределах мы и растягиваем вот таким то образом лимиты работают ну далее идут у нас такие специфические модификаторы ну вот хотя бы один мы рассмотрим вот допустим а вот такой как мальд это означает плавка то есть это больше модификатор для анимации то есть можно любой предмет просто взять и расплавить ну наверное здесь даже нужно чуть чуть немножко другой предмет допустим даже поставим чайник так этот предмет уберем так и так у нас здесь вот он мальд и расплавим то есть здесь также вот есть материалы то есть стекло пластик ручная плавка здесь по осям и обращение осевых даже попробуем по осям раз в одну сторону в другую сторону весь процент плавки ну для анимации наверно хорошая вещь ну ладно хорошо она на этом решите закончить до встречи